С фотографией смотрит улыбчивая яркая девочка. По словам ее мамы, она была жизнерадостным ребенком. Все закончилось в один момент, когда 25 декабря прошлого года 11-летняя Ангелина сбросилась с 14 этажа. Я ее искала по школе. И тут раздается звонок с ее номера мне на телефон. Та же мелодия мамонтенка. Ответив на телефон, я услышала совершенно незнакомый мне холодный голос какой-то женщины. Она говорит, вы кто? Я отвечаю, я мама Ангелина, а вы кто? Она говорит, я врач скорой помощи и ваш ребенок мертв. Такое сказать просто невыносимо это. Этот день изменил жизнь Елены. Она открыла страницу дочери и с ужасом обнаружила, что Ангелина состояла в огромном количестве сообществ, пропагандирующих самоубийство. И обнаружила переписки, которые вела ее дочь в течение 50 дней. Весь этот период девочку целенаправленно и методично подводили к так называемому судному дню. Доступ ко всем группам смерти был строго ограничен и согласовывался администраторам сообществ. Новоиспеченные участники должны были пройти различные тесты, по мере выполнения которых прогрессировал рейтинг, открывался доступ к новым возможностям, контенту и заданиям, связанным с тематикой смерти, суицида, причинением себе физических увечий. В подтверждение своих успехов ребята направляли администраторам группы, пользующимся непререкаемым авторитетом рисунки, тексты, фотографии порезов. Елена создала фейковую страницу и вступила в активную переписку с администраторами и другими участниками от лица подростка. Она наряду с остальными выполняла все задания и дошла до самого последнего, предваряющего так называемое выпиливание. Женщине прислали адрес дома, подобранного для ее самоубийства. Она сфотографировала его и отправила администраторам. Все, что удалось выяснить, Елене легло в основу работы общественной организации, созданной по инициативе Сергея Пестова. Он потерял дочь, попавшую под влияние групп смерти 9 января этого года. И с тех пор считает своим долгом предотвратить как можно больше подобных случаев. Изучая контакты, изучая манеры поведения, изучая рисунки и прочее, мы сделали общий анализ. Это был первый анализ, который был проведен на наших детях. Дальше мы стали углубляться, исследовать, что неужели эта проблема имеет место. Оказалось, что действительно, мы получили полное подтверждение. К февралю месяцу мы имели порядка 130 случаев, которые мы, соответственно, передали в органы следственные. Когда мы уезжали, у нас еще дома было подготовлено, общая была масса где-то 226 детей. Пока активным родителям удалось предотвратить 5 самоубийств по всей стране. На этом они не останавливаются. Все как один заявляют, необходима тщательная работа правоохранительных органов. На протяжении нескольких последних лет общество столкнулось с совершенно новой и страшной проблемой. Это суициды детей. К сожалению, ни общество, ни правоохранительные органы, ни надзорные ведомства оказались к этой проблеме не готовы. Начиная с 2012 года, по настоящее время, происходят суициды детей под влиянием некоторых, пока, будем говорить, неустанованных лиц путем через социальные сети. На настоящий момент большинство групп заблокировано, а в социальной сети появился новый хэштег «Свободу Лису» и петиция, которую подростки призывают друг друга подписывать. Петиция требует освободить предполагаемого ангела смерти.